Друзья, здравствуйте! 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 Как минимум четыре исследования сравнивали монотерапию ингибиторами PD-1 с стандартными цитостатическими режимами. Еще несколько исследований, как минимум три, сравнивали моно-иммунотерапию в комбинации с цитостатическими дуплетами с или без таргетной терапии, таргетным препаратом биовоцезумабом. Это исследование Киноу-189, 407 для пускокрелочного рака легкого, импауэр-150 для аденокарцином с использованием биовоцезумаба. И, наконец, еще отдельная группа исследований, которая в этом году расширилась за счет нового исследования Посейдон, которое формально было позитивным, тем не менее, как интерпретировать эти данные окончательно мы пока не знаем, когда апфронт, до начала лечения используются два иммунотерапевтических препарата, ингибитор CTLA-4 и ингибитор PD-L1. Безусловно, целью для этой комбинации являются пациенты с невысоким уровнем экспрессии PD-L1, потому что мы именно у них с позитивной или отрицательной экспрессией PD-L1, именно у них мы ждем, в общем, существенного увеличения тех результатов, которые мы хотим получить. Ну, здесь приведены вот также те исследования, о которых я говорю. Но, с моей точки зрения, самое интересное и самое демонстрирующее результаты иммунотерапевтического подхода при неминкоклеточном раке легкого – это группа больных с высоким уровнем экспрессии PD-L. Неважно, каким он уколональным антителом она оценена, 22C3 – это больше 50%, ранние исследования – 0,24, 0,42, в которых выделена группа выше 50%. Или более новые данные – это исследование Empower 110, где проводилась оценка с помощью антитела SP-142, и там оценивалась одновременно и экспрессия на опухолевых клетках, и экспрессия на иммунокомпетентных клетках – IC3, TC3, IC3. Так или иначе, для этой группы пациентов число тех, кто ответит на иммуно-иммунотерапию, оно достаточное для того, чтобы показать принципиальное преимущество перед стандартными цитостатическими режимами. Что важно? У меня нет возможности здесь как-то указкой воспользоваться, чтобы показать, нет? Есть? Ну, это очень сложно. Смотрите, в начало вот этой вот кривой. Я говорю о том, что число пациентов, которые ответят на иммунотерапию, и точно так же число пациентов, которые ответят на химиотерапию. Это имеет принципиальное значение. Оказывается, и, собственно, это тот научный феномен, который был продемонстрирован в ходе вот именно этих исследований иммунотерапии. Посмотрите, насколько резко в течение первого времени опускается кривая времени до прогрессирования у больных, которые получают или иммунотерапию, или химиотерапию. Что это означает? Это означает, что 20% пациентов прогрессируют в самом начале. То есть вы им дали, независимо от того, что вы им дали, либо иммунотерапию, либо химиотерапию, у них происходит резкое прогрессирование заболевания, а дальше уже кривые выравниваются, потому что оставшиеся пациенты отвечают на иммунотерапию и, соответственно, не прогрессируют. Несколько работ было проведено для этой категории пациентов, для больных с высоким уровнем экспрессии PD-L1. Киноут 0,24 и Киноут 0,42 – это первое исследование, я о них уже говорил, пембролизума. Что любопытно, это то, что в рамках этих двух исследований, несмотря на то, что они включали Киноут 0,24 полностью, Киноут 0,42 частично, но они включали одинаковую группу пациентов с высоким уровнем экспрессии, с уровнем экспрессии больше 50%. Но оказалось, посмотрите, что результаты выживаемости, они все-таки несколько различаются для этих двух исследований. Различались они в первую очередь, да, но сравнивать исследования между собой это не очень хорошо, но тем не менее они различались. Посмотрите, вот я сейчас посмотрю, 10,3 месяца – это пемболизума в монорежиме исследования 0,24, и здесь, может быть, плохо видно, но тем не менее это так. Получается 6,5 месяцев для пемболизума в 0,42 исследовании. И вы знаете, чем принципиально различались эти исследования? Они различались числом курильщиков. И даже здесь дело не в курильщиках, а дело вне куривших пациентов. Потому что мы знаем, что, к сожалению, иммунотерапия, моноиммунотерапия, она плохо работает у пациента с активирующими мутациями. Может быть, у них и нет активирующих мутаций, потому что, конечно, это является критерием исключения для предложения пациентам этих исследований. Может быть, у них есть какие-то другие драйверы, о которых мы сейчас не знаем, а это, к сожалению, определяет патогенез опухоли. Возвращаясь к этой группе, получается, что число больных, которые чувствительны к иммунотерапии, у которых патогенез опухоли связан с появлением на поверхности опухолевых клеток, неоэпитопов, которые сенсибилизируют иммунную систему к опухолевым клеткам. Он, собственно, таков, что мы без проблем во всех четырех исследованиях, ну не мы, а наши зарубежные коллеги, смогли продемонстрировать, что моноиммунотерапия для этой группы пациентов лучше. Что любопытно, это то, что она оказалась лучше и в отношении общей выживаемости, что, конечно, принципиально нам говорит о том, что иммунотерапия должна быть использована у этой группы пациентов. Здесь собраны все вместе исследования для пациентов выше 50%. Вы видите, вот, соотношение синеньких и зелененьких кривых, оно, конечно, очевидно говорит нам, что иммунотерапия должна использоваться у этих пациентов, и она, безусловно, приводит к принципиальным улучшениям. Что важно, друзья, и вот это вот то, что остается пока за кадром нашего понимания, то, что не позволяет нам выжить 100% из иммунотерапии в том виде, в котором она есть, это то, что ориентируясь только на PDL1, мы даем части пациентов и в группе от 1 до 49%, и в группе PDL-негативных пациентов ненужную токсичность за счет введения цитостатических препаратов. Вы скажете, что да, с одной стороны это так, с другой стороны мы предотвращаем раннее прогрессирование у этих пациентов, давая им химио-иммунотерапию, которая является стандартным подходом для этой группы пациентов. Это все так. Но пациенты, вот сколько пациентов я видел, которые приходят с PDL-негативными опухолями, и мы им предлагаем начинать с химиотерапии, даже не по причине бедности, а просто для того, чтобы оставить для них какую-то опцию потом. Они все спрашивают, а почему без иммунотерапии, потому что они верят в иммунотерапию. И они хотят от иммунотерапии получить вот этот длительный эффект, который длится у них месяцы, иногда годы, а иногда у пациентов вообще не происходит рецидива прогрессирования заболеваний. Так вот, если у пациента зафиксирован ответ, если он зафиксирован на иммунотерапию, то он будет длиться, посмотрите, независимо абсолютно от уровня PDL-экспрессии. Это принципиальное наблюдение, которое говорит нам о том, что PDL – это временный этап, который мы должны использовать сейчас, в отсутствии других вариантов. Но, безусловно, будут изменения, будут будущие, будут новые маркеры, которые мы дальше будем использовать. Значит, это подгруппа от 1 до 49%, и все бы хорошо, но здесь в большинстве комбинаций использовались и цитостатические режимы тоже, поэтому частота объективных ответов, она сравнивается между иммунохимиотерапией и химиотерапией. И, естественно, когда мы берем два варианта лечения, хотя бы часть пациентов отвечает на иммунотерапию, то получаются показатели несколько лучше. Именно так мы можем охарактеризовать те различия, которые выявляются для этих двух подгрупп. Ну, наконец, негативная по статусу PDL группа пациентов, ведь, что преимущество, наверное, есть. И когда мы сравниваем всех пациентов вместе, в частности, треть пациентов, у которых есть выраженный эффект, наверное, он вытягивает за собой тех пациентов, у которых ожидаемый эффект минимален. И эта группа, конечно, с отрицательной экспрессией PDL1. Несколько лет назад мы провели анализ того, что происходило у нас. Мы собрали, на тот момент у нас появилась впервые, наверное, за всю историю возможность использовать иммунотерапию так широко, как нам бы хотелось. Мы включили всех пациентов, которые получали иммунотерапию. И, собственно, основным выводом, который нам удалось сделать, то, что независимо от линии лечения, использование иммунотерапии у всех пациентов на круг приводит к увеличению показателей выживаемости. Касалось и времени без прогрессирования, и общей выживаемости. Безусловно, это хорошо, но нужно понимать, что это статистика, у которой есть и другая сторона. Посмотрите, вот если смотреть на левую часть, да, вы видите, что там кривые очень похожи. Стота объективных ответов практически не изменяется, когда мы добавляем химиотерапию и иммунотерапию. Шестимесячное время без прогрессирования, оно увеличивается, и в первую очередь за счет группы с моноиммунотерапией, как пациентов, которые не прогрессируют на фоне иммунотерапии, если они правильно отобраны для этого варианта лечения. 12-месячная летальность точно так же при использовании иммунотерапии за счет той группы пациентов, которые отвечают, а я думаю, что их от 20 до 30, может быть, до 40 процентов максимально, она тоже увеличивается. Но посмотрите, насколько увеличивается верхняя шкала. Синие и фиолетовые, не знаю, как их называют, многоугольники, да, это стоимость стетостатических режимов, либо платиновых дуплетов, либо монохимиотерапии, а вот два верхних, которые в несколько раз выше находятся, зеленого и оранжевого, это цена, когда мы добавляем иммунотерапию. И это, друзья мои, вопрос, который пока остается открытым, и он остается открытым даже в Санкт-Петербурге, потому что возможности применения иммунотерапии расширяются, и сейчас мы уже говорим про всех пациентов, ну, не всех пока, пациентов с операбельным опухолями легкого, с 2, 3 А стадии эпиделепозитивными, часть из них уже должна получать с ИГФР-мутациями ингибитора ИГФР в течение трех лет, часть получать иммунотерапию в течение года, все это, конечно, увеличивает нагрузку, а нужно понимать, что, конечно, все это не беспредельно и когда-то закончится. Поэтому появляется вопрос о том, а как же нам сэкономить вот те копеечки, которые у нас есть, для того, чтобы пролечить больше пациентов, пролечить их лучше. Одно из таких исследований, это наш опыт, который был спровоцирован, к сожалению, пандемией COVID-19, которую мы находим сейчас, тогда еще не было вот этого микрона, да, нового вируса, тогда был первый вирус, и мы не знали, будут ли другие, но, тем не менее, мы в панике тогда прекращали госпитализацию пациентов, вводили дополнительные меры в виде компьютерной томографии, в виде тестирования, часть пациентов не госпитализировалась, и, конечно, им приходилось прерывать то лечение, которое они получали. И мы взяли тех больных, у которых получали моноиммунотерапию по поводу опухоли с высоким уровнем экспрессии ПДЛ-1. И вы знаете, что получилось? Вот синенький столбик – это то, сколько больные получали терапию, а оранжевый столбик – это сколько они живут после окончания этого лечения. И вы видите, что даже сокращенный цикл лечения, в случае, если он помог пациенту, он продолжает работать, даже если вы его прервали. И любопытно, что похожие данные были представлены и вот в этом году на ЭСМО, но только там был значительно более долгий срок лечения – 18 месяцев. И мы сделали следующий шаг. Так уж получилось, что наш центр активно принимает участие в клинических исследованиях. И мы попытались подумать, а чем же участие в клинических исследованиях может быть выгодно пациенту. Понятно, чем оно выгодно нам. Это хозрасчетные услуги для центра, во-первых. Во-вторых, это экономия бюджетных средств, потому что пациент получает лечение не из общей коробочки, а за счет спонсора, который независимо от ситуации с ковидом, независимо от других вопросов. Это его проблема, где он найдет и как он приведет препарат для конкретного пациента. И они продолжают его получать, они продолжают обследоваться так, как надо, потому что это все находится не на плечах системы ОМС несчастной, которая спасает пациентов и от ковида, и от инфаркта, и еще и от рака, а на плечах тех спонсоров, которые потом за счет этого планируют получить экстра выгоду. Так вот, мы сравнили пациентов, которые получали лечение в рамках ОМС, с теми пациентами, которые получали лечение в рамках клинических исследований. Причем, любопытно, что там было около 90 пациентов в рамках клинических исследований. Мы не стратифицировали этих пациентов по тому, получали ли они иммунотерапию или не получали. Почему? Потому что многие исследования были плацебо-контролируемыми. Мы не знали, получают больную иммунотерапию или нет. И посмотрите, оказалось, что даже без стратификации по иммунотерапевтическому статусу все равно выживаемость пациентов была лучше в той группе, где они получали лечение в рамках клинических исследований. Как ответить на этот вопрос? Однозначного ответа нет. И из тех данных, которые мне удалось найти, и мы, собственно, недавно опубликовали эту статью и попытались рассказать об этом в введении к этой работе, в 1985 году было сразу несколько работ. Одна из них касалась детей с редкой опухолью детей, которые получали лечение в Англии. И там было проведено сравнение выживаемости вот этих детишек, одних, которые не попали в клинические исследования, с другой группой, которые попали в клинические исследования. Так вот, те, что попали в клинические исследования, они, во-первых, получили больше химиотерапии, во-вторых, у них чаще проводилось регулярное обследование, и, может быть, из-за этого они жили дольше. И там поднимается вопрос о том, что, наверное, те больные, которые принимают участие в исследованиях, это же не только крупные исследования фармацевтических компаний, которые ставят свои цели в регистрацию препаратов. Это и новые работы, которые инициированы исследователями, которые инициированы в стенах таких учреждений, как Институт онкологии Николая Николаевича Петрова. Они получают преимущество, потому что это люди, которые ищут что-то новое. Люди, которые не хотят довольствоваться тем, что им сказали, получайте это. Они хотят понять, что же лучше они могут найти, с одной стороны. С другой стороны, это те люди, которые, по-видимому, в большей степени настроены на борьбу. Сейчас мы очень сильно оставляем за кадром вопрос палеотивной помощи, вопрос поддержки, вопрос того, как же нам помочь пациентам, которые получают сейчас цитостатическое лечение. Мы сакцентированы на увеличении затрат на покупке новых препаратов, на более широком использовании новых препаратов. Я не так давно слушал лекцию про Зигмунда Фрейда, и там был поднят очень интересный мою точку зрения вопрос. Ведь в английском языке слово «лечить» — это «treat». А «treat» — это точно так же не только «лечить», но и «относиться», как вы ко мне относитесь. Поэтому сейчас медицина, сейчас лечение пациентов — это и отношение, и поддержка, и мудрый совет, который дан пациенту своевременно. Спасибо. Продолжение следует...